приветствую дорогие зрители сегодня мы с вами посмотрим на развязку мкад с липецкой улицей и трассы м4 здесь в активной стадии у нас производят строительные работы и мы надеемся что в двадцать четвертом году все-таки мы поедем полноценный по этой развязки учитывая что в ближайшем будущем направлении южная но на юг нашей страны она будет очень и очень востребованная по этой причине кстати достаточно серьезно развязка была построена скат с данной трассы и мы с вами начинаем как раз самого интересного 200 к до промки помнить в прошлом видео что эстакады были накинуты только над внешней частью мкада собственно сейчас находимся над внутренней частью мкада да они уже переброшены на внутренней частью и в металлической части получается эстакада уже здесь исполнена но мы сделаем сейчас такой небольшой общий обрет чтобы понимать ситуацию до сразу хочу говорить что когда то у нас соединение трассы м4 с мкадом было вообще вот без вот этого путепровода то есть его в принципе не было то есть были просто съезды с внешней стороны и на этом все потом построил такие эстакады и были съезды на внутреннюю часть а с ней с лепецкой улице не было и я с ней не с лепецкой улице и строилась отдельно сразу хочу сказать что вот то эстакада которая много было вопросов почему она сделана вот таким образом по таким углом здесь будет еще тоннель вот как раз сужение дороги сделано уже под то что в будущем будут строить тоннель это у нас будет съезд с внешней части мкада на в сторону липецкой улице как раз дальний стакан от нас которого правее находится да и в большей части она построена в железобетоне ли левая часть это на стакада пойдет с трассы м4 на внутреннюю часть мкада но давайте поближе немножко посмотрим я так старался поплавнее делать пролет что было все заметно и все подробности можно было рассмотреть да чуть ниже от нас это съезд на внешней части мкад конечно же она там все время подстаивает но есть такая особенность хотя кстати проектом предусмотрена реконструкция подъездных всех путей но расширение в том числе и чуть ли не от юго-восточной хорды и прям до почти до каширского шоссе на самом деле так что все эти заезды-разъезды будут построены но кстати дублеров здесь если что не планируется здесь просто появится направленность съезда которые должны освободить закупоривание вот этой развязки потому что естественно сейчас происходит по причине того что это клеверный лист эти машины которые съезжают запирают те которые но выезжают то есть те кто съезжает сам к 1 м4 их же они же закупориваете машин которые с м4 съезжают нам кат здесь мы на тоже наблюдаем тут нас будет построен путепровод и здесь немножко сменена схема движения с липецкой улице на внешнюю на внутреннюю часть мкад временно потому что здесь у нас появится такое соединение вот видите нас стойно-развратная площадка общественная транспорт она здесь будет выполнена под путепроводом который будет построен еще один его даже на самом деле виднеется подпорная стеночка одна то есть ее раскопали возвели потом опять закопали и еще раз пришлось раскопать и вот здесь у нас буровые установки стоят которые делают нас стену в грунте как строить рассказали тоже будет касаться в том числе и перекладки кстати газа которая немножко сейчас мешает тормозит процесс работы сады за щеки работа тактина вот слева да вот тоже взял бровой находится чуть-чуть подальше то тоже газовщики работают перекладывать коммуникации а мы с вами продали тим чуть дальше в сторону липец к улице в скором будущем здесь появится станции метро я к сожалению не особо слежу за тем метростроение уже многие меня за это ругали но опять же груш только плаваны снимать немножко не мое да и времени хватает хоть операторов нанимает дополнительных вот так вот посмотрим как это все выглядит в сторону центра единственное конечно нюанс вот здесь у нас липец курица все еще три плюс три класса и конечно же левую там будет уходить на разворот а дальше ближе к центру она будет 2 плюс 2 наверно вряд ли что-то поменяется потому что стакана там следующий раз я скажу построена а 2 плюс 2 пласты особо там никуда не загуляешься здесь мы делаем плавный разворот кстати хорошо что здесь в свое время построили подземный пешеходный переход очень нужен и развернется полетим сами к эстакаде в обратную сторону чтобы можно было посмотреть что там происходит у нас район берег берелева по-моему берег берелева восточная есть на западная но там ближе черта нового к улице подольских курсантов а это у нас берелева восточная насколько я помню может сказать один из основных выездов на мкад это вот липецк улица вот обратите внимание видите как сужены движения да и вот видно что справа там на самом деле уже обурили и будут делать транспортный коридор для общественного транспорта то здесь будет обустроен такое путепровод то есть да вот есть путепровод через мкад и здесь тоже будет обустроен путепроводчик который будет проходить как съезд но разворот общественного транспорта да то есть выезд на основную разворотную площадку примера что-то как как это выглядит на каширском шоссе и тут же будет проходить съезд но проезд на внешнюю сторону она на внутреннюю сторону мкад прошу прощения тоже немножко путаюсь без схемы тяжело но опять же монтаж делается на коленке то есть далее это сняла все все не помню с какого числа вот ну тогда же когда я снимал про белую дачу а вот смонтировать приход приходится на коленке в отпуске прямо сейчас на петербурге поэтому прошу понять простить не до схем на самом деле вот кстати слева видной лежат металлоконструкции который также будут использоваться при возведении эстакад но продолжение эстакад да то есть вот здесь вот они возведены через мкад конечно же они будут тут ближайшее время приступим к монтажу опалубки чтобы возможно была возможность делать монолитную часть эстакада и вот опять же мы с вами летим вдоль эстакада который у нас будет являться съездом с трасса м4 на внутреннем кат и вот я вам показываю еще одно сужение то есть обратите внимание да то есть дорога сушена справа работники не производится это по той причине что ждут перекладки коммуникации чтобы можно было приступить коммуникации достаточно много те же самые водовода которые приходится там 1200 миллиметров по моему толщина причем водовода там используется аж укладка 1961 года их проще не переложить а проще сделать им рубашку то есть заключить их в трубу большего диаметра между ними сделать между старой трубой и новой сделать рубашку из бетона это все на внутренней части мкад находится здесь у нас будет находиться как съезд так и начало эстакада как раз есть сторону лепестка улицы подпорно стенки же почти готовы почти на то есть там буквально немного осталось это же хочу вам показать как потихонечку производится работы по более плавному съезду до в сторону трассы м4 то есть он был раньше более резко теперь делается уширение достаточно длинная практически там от автосалона ягуар да и постепенно будет такой плавный съезд в сторону трассы м4 дон сейчас как раз специально пролетим по возможности до насколько позволяет дальность радиус сигнала и заодно посмотрим на площадку одних из многих очистных сооружений которые будут возведены здесь их будет четыре на данном объекте вот как раз огромная площадка которая сейчас высвобождается от коммуникаций рядом с надземным пешеходным переходом здесь это не из самых больших очистных сооружений будут на данном участке это обязательное условие при строительстве такой крупной развязки модернизации скажем так сейчас это развернемся и полетим в обратную сторону посмотрим на герцинский парк и большой герцинский ручей который является частью попорчья в совокупности это все является водоохранной зоны по этой причине здесь так много очистных сооружений потому что если к примеру можно привести ту же самую развязку со старшкинским шоссе например там только два очистных сооружений и размеры их совершенно не сопоставимы с тем который возводится здесь на данной развязки опять же по срокам строительства как всегда задают вопросы это середина 2024 года и если вдруг у строителей все-таки будет возможность если удастся раньше переложить коммуникации и закончить какие-то съезды раньше какие-то эстакады раньше то конечно же строитель будет только рада завершить это как можно раньше чтобы освободить ну собственно те части дороги которые сейчас занимают строить также хочется поблагодарить сергея и романа которые помогли мне на самом деле с выпуском данного ролика поделились со мной информацией и также рассказали о том как идет ход ход работ на самом деле было приятно пообщаться мы договорились что мы еще будем контактировать вместе вести скажем тогда нашу деятельность они сами за всем этим следят тоже летают правда немножко там снимает попроще и технику у них и даже предлагали воспользоваться их видео но у них она не 4k full hd поэтому немножко но конечно не подходит но я увидел схемы увидел на самом деле и макет все это развязки поэтому я в конце обязательно сейчас вставлю их в конце ролика вот в будущем будем на них опираться чтобы можно было понять где что и как строится на этом я с вами прощаюсь с вами был был кошмариус до новых роликов сюда мы с вами вернемся примеры где-то через месяц полтора когда здесь будет заметен еще больше прогресс по строительству данной эстакада а в конце конечно же вас ждет панорама канал которого всегда у меня просите и думаю что вам будет приятно нее посмотреть хорошего настроения с вами был опять же кошмариус и пока пока удача Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok